ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Сочи объявлена пожароопасная ситуация. Из-за жары власти просят собственников не скупиться на полив своих территорий. 2000 рублей за штуку. В Сочи задержана партия незаконных айфонов. В этом году в Сочи за парты сядет на 5000 учеников больше. Подготовку к учебному году обсудили на общегородской комиссии. Аномальная жара угрожает энергосистеме Кубани. Несколько суток подряд сети выдерживают пиковые нагрузки. С начала недели в крае 4 раза энергетики фиксировали рекорды по потреблению электричества. Из-за высоких температур возросла вероятность аварий. За ситуацией на энергосетях следят каждую минуту. А в краевой столице есть щит, который оберегает город от сбоев. Наши краснодарские коллеги узнали, как всего лишь два диспетчера контролируют работу тысяч подстанций. Работа здесь кипит с самого утра. Отсюда на свет появляются грузовые и железнодорожные вагоны. Уникальный проект, который воплотили в жизнь местные инженеры – это вагон «Термос». Раньше такие выпускали только в Германии. В России Армавирский машиностроительный – единственный, кто начал делать такую технику. Вагоны будут перевозить скоропортящиеся продукты. Оптимальная температура будет поддерживаться за счет теплоизоляции грузового помещения. О том, что на этом заводе будут производить такие вагоны, еще два года назад не могли подумать и сами сотрудники. Сварщик Александр Сергеенко вспоминает, тогда завод простаивал несколько месяцев, а сегодня без работы никто не сидит. Мы были раньше в старом цехе, сейчас построили новый сдаточный цех, более комфортабельный, более модернизированный. Ну и, хочу сказать, стало лучше намного. Вернуть предприятию статус ведущего машиностроительного завода страны. Об этой задаче Венимин Кондратин говорил еще в 2015-м. Тогда работники пожаловались руководителю региона на отсутствие заказов. Сегодня губернатору показывают, как расширилось производство, появилось новое оборудование. Вдвое увеличился и штат. На предприятие приходят новые инженеры и конструкторы. Всего сейчас там трудятся более тысячи человек. Изменился и сам выпускаемый продукт. Вы сегодня просто развиваетесь, вы четко реагируете сегодня на спрос рынка. Это очень важно. И вот этот вагон, который стоит сегодня, если бы на нем не было на русском языке написано, я вам честно скажу, я подумал, что он импортный. Такого он качества, такого внешнего. Вчера, может быть, такого у нас сегодня не было. Там главное, чтобы внутренний рынок, все перевозки такого типа осуществлялись именно в вагонах армавирского машиностроительного завода. Перед началом Большого совета по развитию промышленности губернатор побывал еще на нескольких крупных предприятиях города. Армавир для региона как флагман производства. Например, здесь уже больше 20 лет выпускают монтажные телефоны, волоконооптические, силовые кабели. Только в последнее время, по словам гендиректора, завод испытывает трудности со сбытом. На рынок поступает много контрафактной продукции. Борьба за клиента будет всегда, отмечает Вениамин Кондратьев. Поэтому товар должен быть качественным и в своем роде уникальным. Наша продукция, она немножко иная. Она по уровню выше получается, чем кабели, те, которые зачастую закладываются в проекты. Она уже по уровню выше. Ну и вы подстраиваетесь под рынок. Невозможно, рынок под вас не подстроится. То есть, мы сидим на рынке, востребована отчисленная категория кабеля. Значит, ну что ж, вы пустите другую, иную категорию кабеля. И в этом случае варьетесь в рынок. Или уже там попытайтесь за него побороться. Агрессивнее, умнее, гибче. Вот это сегодня принцип успеха, если хотите, выживаемости. В рамках сегодняшнего, в целом, рынка. И регионального, и, конечно, страны. А мы вам максимально поможем. На поддержку промышленных предприятий Кубани в краевом бюджете запланировали около 100 миллионов рублей. Однако это как капля в море. Не хватит ни на новое оборудование, ни на реконструкцию самих заводов. Уже во время совещания Вениамин Кондратьев, посовещавшись с коллегами, объявляет. Регион намерен нарастить поддержку промышленного сектора. Выберите приоритетные предприятия промышленные в крае, которым на самом деле реально оказать вот эту самую господдержку. И вот в них вложимся. А если всем сразу кашу на царелке размажем, как в народе говорят, и ничего не будет. Сегодняшние задачи по импорту замещения, именно по импорту замещения, диктуют нам вектор сегодняшнего движения, вектор сегодняшнего развития, в том числе промышленности. Потому что сегодня, отчасти, российский рынок, он переформировывается. И мы должны принять активное в этом участии, активное, кроссовский край. Своим промышленным потенциалом необходимо создать фонд промышленности края, наполнить его по итогам года примерно миллиардом рублей и активно наступать по линии развития нашего институтного потенциала, промышленного потенциала края. Создание такого фонда на региональном уровне позволит участвовать в федеральных программах на условиях софинансирования. Хорошей помощью для промышленников будут и льготные займы. В этом году первое предприятие в Новороссийске получило этот льготный займ в размере 300 миллионов на производство обуви. Под 5% годовых таких кредитов нет. На 5 лет промышленные предприятия, только промышленные предприятия, могут воспользоваться этим кредитом через федеральный фонд развития. Любое предприятие? Есть какой-то конкурс? Есть конкурс, есть определенные критерии отбора. И сейчас у нас порядка 10 предприятий подали заявки, мы их сопровождаем. На заводах и фабриках Кубани сегодня работает 85 тысяч человек, а уже сейчас около 10 миллиардов поступлений налогов именно от промышленной отрасли. И эта цифра пока еще при минимальной поддержке государства. Это все ресурсы экономики края и их нужно перезапускать, говорит Вениамин Кондратьев. Использовать для этой цели можно и нужно материальную базу предприятий банкротов. Их сегодня по всему региону насчитывается около 130. Мы не можем ждать и не можем превращать наши бывшие большие или малые заводы в площадки для строительства домов. Они с коммуникациями, они хорошие, они где-то уже в центре города оказались. Коллеги, это преступление. Перед жителями края, когда в площадке с инфраструктурой, с коммуникациями, мы обращаем где-то быстрые деньги. Но теряем еще огромнейшие деньги для того, чтобы и жизнь была, и экономика развивалась, и рабочие места были. Регион может славиться не только своими аграрными достижениями. В крае есть огромный потенциал для развития промышленной отрасли. На Кубани могут производить оборудование для предприятий переработки, конструировать сельскохозяйственные машины и даже изготавливать станки. А значит, тем самым есть шанс вытеснить импортное оборудование с российского рынка. Мария Крошина, Елена Касабова, Денис Перец, Денис Мскаленко, Кубань, 24, Армавир. 61 миллион рублей будет потрачен на вывоз мусора с территории мусоросортировочного завода на транспортное. Такое решение сегодня приняли депутаты на внеочередной сессии городского собрания Сочи, в ходе которой были внесены поправки в бюджет города. Расскажет Ольга Десятого. Проблема вывоза мусора в Сочи с временных площадок для его хранения будет решена окончательно. Все потому, что полигон в Белореченске, на который много лет так рассчитывали власти курорта, наконец начал свою работу. Сегодня на внеочередной сессии городского собрания Сочи депутаты проголосовали за то, чтобы направить 61 миллион рублей из местного бюджета на вывоз мусора с территории завода на улице Транспортное. Накопление этого мусора на сессии никак не сказывается на санитарной очистке нашего города. Санитарная очистка площадки нашей в нормальном состоянии. Вся проблема была в том, что нам его некуда было везти в крае. И вот эти средства, которые мы выделили, это как раз так, чтобы мы очистились от того мусора, который накопился на сессии и в суббедном порядке возвращали эти средства в бюджет. Деньги будут взысканы с собственника территории мусоросортировочного завода. Что же касается второй площадки для временного складирования отходов, это ЗСМ, деньги на вывоз уже были выделены на одной из предыдущих сессий. Это 26 миллионов. Глава города распорядился очистить площадку от мусора за 10 дней. ЗСМ, который мы совсем временно открывали для перегрузки, а ни в коем случае не для накопления мусора, а пришлось там накопить 5000 тонн исключительно из-за того, что возить некуда было. Полигоны Краснодарского края вообще не могли принимать мусор. Почему? Потому что Каневской вообще загорелся от нашего мусора. Кроме того, сегодня депутаты выделили очередную сумму на текущее содержание водостока. Это предприятие занимается обслуживанием ливневок. В МУП направят порядка 19 миллионов рублей. Также на сессии стало известно, что город уже получил второй транш из бюджета края на ремонт дорог Сочи. Это 248 миллионов. Всего же в этом году на обновление покрытия городских улиц курорт потратит порядка полумиллиарда рублей. Ольга Десятого, Демидь Даниловский, телекомпания, ФКТ. Днем столбик термометра. В Сочи поднимается до отметки в 32 градуса. На курорте объявлена пожароопасная ситуация. Все оперативные службы переведены на усиленный режим работы. До понедельника погода не изменится. Какие мероприятия в связи с этим должны стать первостепенными, обсудили на совещании в администрации города. С начала года на территории курорта зарегистрировано 148 локальных пожаров. В большинстве случаев горит сухая трава. В связи с этим с 1 мая в городе введен противопожарный режим. Сжигать мусор на придомовой территории или в лесополосе категорически запрещено. За это предусмотрен серьезный штраф. Руководители предприятий на своих объектах проводят ряд мероприятий, направленных на предотвращение пожаров. Однако в ходе мониторинга была выявлена масса нарушений. Для того, чтобы не допустить возникновения пожара на своей территории, каждый руководитель своего предприятия обязан выполнить ряд организационно-технических мероприятий, направленных на недопущение возгорания сухой травы, мусора и так далее. Соответственно, мусор должен быть убран, валежник должен быть тоже убран. В зоне особого внимания объекты социальной сферы. Сейчас в детских садах и школах курорта завершаются ремонтно-отделочные работы. При этом пристальное внимание уделяется наличию в учреждениях систем пожаротушения. В случае возникновения внештатной ситуации оборудование должно быть исправным. А сотрудники обязаны знать правила поведения при пожаре, подчеркнул первый заместитель главы города Мугдин Чермит. В последние дни температура воздуха на курорте достигает критических отметок. В такой жаркий период необходимо усилить полив зеленых насаждений. От изнуряющего пекла растениям не хватает влаги. Если муниципальные скверы поливают ежедневно, то на других улицах, где зона ответственности находится в ведении частников или федеральных структур, эта процедура зачастую и вовсе отсутствует. В пример можно привести улицу Пасечная. Деревья здесь засыхают от жажды. Решить эту проблему можно путем привлечения дополнительной спецтехники. Надо усилить полив. Вот оставшиеся 2-3 недели максимально жаркой температуры надо использовать все наши доступные и недоступные средства для того, чтобы город был красивым, ухоженным, чистым. Все эти меры помогут сохранить зеленое убранство, которым так славится курорт, невзирая на жаркую погоду. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». На российско-абхазской границе задержана партия незаконных айфонов. Телефоны пытался провести проводник в поезде «Москва-Сухум». Груз задержали инспекторы сочинской таможни. На станции «Веселая» проводник поезда на вопрос о наличии товаров, подлежащих декларированию, ответил отрицательно. Но при этом заметно нервничал. В итоге в ходе таможенного досмотра инспекторы обнаружили 25 айфонов в картонных коробках. Проводник, житель Липецкой области, пояснил, что телефоны он приобрел на одном из рынков Москвы по 2 тысячи рублей за штуку. Телефоны, по его словам, он вез в качестве подарков родственникам. Однако по таможенным правилам указанный товар обладает признаками коммерческой партии. В сочинской таможне возбуждено дело об административном правонарушении. Нелегальные мобильные изъяты направлены на экспертизу. Ведется расследование. В Сочи сегодня состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии оперативной группы города. На повестке дня вопрос подготовки школ к учебному году. Через три недели в школах прозвенит первый звонок и дети сядут за парты. Как раз этого времени достаточно, чтобы подготовить паспорта безопасности. В них появятся подписи всех контролирующих служб в том случае, если замечаний к образовательным учреждениям не будет. Сейчас у нас время есть. Хорошо, мы раньше начали все это, чтобы сейчас, к 1 сентября, все было нормально. И разметка была достойна, и везде горячая, холодная вода была. И чтобы на пульты все было выведено, и чтобы охранники тоже достойно несли свою службу. Сейчас в школах и детских садах завершаются работы. В шести образовательных учреждениях был проведен капитальный ремонт. В целом же на все корпуса было потрачено из бюджета города 60 миллионов рублей плюс 20 миллионов помощь шефов сочинских единороссов. Это ремонт внутренних помещений, фасадов, игровых площадок, систем теплоэлектроснабжения. В этом году будут открыты новая школа верхней Берандии и дополнительный корпус сотой школы. На следующий год запланировано строительство еще пяти. В этом году придут в классы на 5 тысяч учеников больше, чем в прошлом. Всего 60 тысяч. На следующий год у нас программа ремонта, то есть строительство новой школы на Мамайке на тысячу месяцев. У нас на следующий год в планах, и сейчас министерство строительства, ну, работаем с ними, чтобы они подтвердили строительство двух корпусов школы номер 23. Первый корпус – это на территории самой школы, а второй корпус – это реконструкция несовершенного строительства. Как подчеркнул Анатолий Пахомов, самым важным остается безопасность учебного процесса. К 14 августа все школы должны отчитаться о степени готовности, а там, где на сегодня выявлены недоработки, в срочном порядке необходимо их устранить. Все эти недостатки, которые были сегодня озвучены в ходе заседания антитеррористической комиссии, конечно, будут тщательно рассмотрены. И по большому счету мы понимаем, что за оставшиеся почти три недели они устранены. Мы обязательно все это возьмем в работу, проверим все озвученные недостатки, все то, о чем сегодня говорилось. И, конечно, к учебному году подойдем с максимальной стопроцентной готовностью. А накануне Дня Знаний личный состав полиции будет переведен на усиленный режим несения службы. Все школы возьмут под охрану. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Больше 500 сочинских организаций до сих пор ведут незаконное трудоустройство. И это несмотря на штрафы, постоянные предупреждения и проверки Государственной инспекции труда. В мэрии состоялось уже 52-е по счету заседание Межведомственной комиссии, на которое были приглашены недобросовестные руководители предприятий. Проверки Госинспекции и регулярные заседания МВК дают свои результаты. Мониторингу подвергаются практически все отрасли. ЖКХ, строительство, транспорт, общественное питание, санаторно-курортная сфера. Количество выявленных нарушений в сфере неформальной занятости в этом году существенно сократилось. С начала этого года контрольные группы проверили около 2000 организаций и предпринимателей. Из них неформальная занятость выявлена на 582 предприятиях. Почти половина из них оштрафована на сумму более полутора миллиона рублей. А по итогам прошлого года штрафов было выписано на сумму 18 миллионов рублей. Это те деньги, которые могли бы пойти на заработную плату людей, на развитие бизнеса малого, среднего и так далее. Но, к сожалению, идут на штрафы. Поэтому и сегодня итог нашей комиссии будет такой, что вы должны сказать, да, мы все исправляем, принимаем людей на работу и, не дай бог, больше не попадаетесь во второй мониторинг. Материалы по всем выявленным нарушениям передаются в Краевую инспекцию охраны труда для проведения проверки. Напомню, что штрафные санкции для должностных лиц достигают 20 тысяч рублей, а для юридических – до 100 тысяч за одного неоформленного работника. А вот сумма налогов в разы меньше. Более того, эти средства, поступающие в городскую казну, идут на расширение социальных вопросов курорта. Программа по канализованию городских объектов сегодня одна из основных в реализации главной задачи – избавить курорт от незаконных сбросов сточных вод. Практически решена теперь и многолетняя проблема жителей улицы Целиной. Здесь проложили канализационный коллектор. Вот наш коллектор вот отсюда идет. Вот сюда. Сегодня жители ряда домов по улице Целиной с гордостью рассказывают о том, что им удалось устранить проблему, решение которой они ждали годами. Проект совместный. В реализации принимали участие и городские власти, и сами жители. Напомню, в мае этого года Анатолий Пахомов встречался с владельцами домов, которые, в свою очередь, попросили мэра помочь в проведении центрального канализационного коллектора. Прошло всего три месяца, и общая задача решена. Не было канализации. И вот благодаря нашим властям, нашему мэру Анатолию Николаевичу Пахомову, он приезжал к нам, организовал все, к водоканалу обратились и помогли нам все общими усилиями. Благодаря этому на нашей улице появилась канализация. Общий коллектор – результат работы мэрии и одного из застройщиков. Самим жителям сделать подобное было бы невозможно. Реализация оказалась сложной. Строителям, чтобы проложить трубу, пришлось делать технический прокол под уже существующими объектами. Была нам поставлена задача проложить канализационный коллектор. Были очень тяжелые технические моменты. Вот этот, подмойку, там у них бетон, трубы, разные разводки. Но мы, несмотря на все сложности, успешно справились с этой задачей. К домам подводили трубы уже самостоятельно. Порядка 45 тысяч обошлись работой и материалы каждому. Сделать своими силами центральный коллектор общей стоимостью почти в 8 миллионов рублей, говорят сочинцы, было бы не под силу. Вот это шло, текло все, выгребные ямы. Вот отсюда прямо шло туда. Вот мы подвели новую трубу, можем в любую секунду соединить с нашей канализацией. Технические условия выполнены, договоры с водоканалом подготовлены, подключения начались. Но в целом работа по канализованию Целинной не завершена. По улице Целинной проведена большая работа, очень сложный объект реализован. Кроме того, что есть возможность подсоединения около сотни домов частного сектора. Остался другой склон улицы Целинной, где тоже будут проводиться работы определенные. Сейчас проводится на улице Пластунская большие работы. Вот этот обавяна большой кусок тоже будет канализован. В городе реализуется большая программа по канализованию всего курорта. Задача полностью исключить незаконный слив сточных вод, не допустить сброса на рельеф. А для жителей домов по улице Целинной в прошлое уходят септики и выгребные ямы. Благодаря нашему мэру, все равно мэру, сделали, все готово. Осталось мелочок подключиться. Пожалуйста, этого мэра приглашаем на барашку. Наверное, придется таки эту барашку порезать и покушать. Рината Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В эти дни в Сочи проходит небывалое количество спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, приуроченные они ко Дню физкультурника. Основным же мероприятием для самих спортсменов и работников отрасли стал торжественный прием главы города Сочи в честь профессионального праздника. Директорам спортшкол, ветеранам спорта и тренерам, которые развивают в городе 88 видов спорта, вручили очередные награды. Ольга Авдеева – мастер спорта России по дзюдо, кандидат мастера спорта по самбо, победитель чемпионатов Европы, в том числе и среди ветеранов. Сегодня Ольга Васильевна тренирует сочинских ребят в спортшколе номер 7, но при этом остается действующим спортсменом. Ко дню физкультурника копилка Авдеевой пополнилась не только знаком признания и почет сочинцев, но и медалью за развитие адаптивного дзюдо и самбо. Ольга Авдеева работает с детьми-инвалидами. К слову, в скором времени в городе откроются отдельные залы для особенных спортсменов. В основном воспитанники Ольги Авдеевой с диагнозом ДЦП, а также с нарушениями слуха и зрения. Тренировки проходят с участием родителей, что говорит о титаническом труде наставников. Была проведена самбониада, соревнования по адаптивному самбо, где также участвовали детки и их родители. Конечно, все под эмоциями, и это им для стимула. Хочется помочь таким деткам, чтобы они могли общаться с обычными ребятами. Также социальная поддержка, чтобы была с внешнего мира. Для меня отдача – это с их стороны радость и желание именно на тренировках заниматься дальше. Среди награждаемых главой города и известный сочинский боксер, заслуженный тренер страны Расул Муртазалиев. Вот уже 25 лет Расул Анварович развивает на курорте тайский бокс. Сегодня этим видом спорта занимаются 800 сочинцев. За четверть века он воспитал целую плеяду спортсменов, среди которых 6 чемпионов мира, 3 чемпиона Европы и 3 чемпиона России. Сегодня Муртазалиев возглавляет сочинскую федерацию тайского бокса и кикбоксинга и является старшим тренером третьей спортшколы. У нас очень благородная работа. Не главная задача – воспитать боксера, а воспитать человека. Воспитать в нем настоящего мужчину, чтобы он вырос настоящим отцом, настоящим братом, настоящим защитником нашей Родины, чтобы он мог поднимать знамя нашей страны, вести за собой здоровое поколение. В этом задача любого педагога. Физкультура и спорт в Сочи активно развиваются, и это итог, в том числе многочисленных событий всероссийского и международного уровня, отметил Пахомов. Все эти мероприятия мотивируют горожан к занятию спортом, а спортсменов – к новым победам. Мне очень приятно видеть сегодня перед собой дружную, исполченную команду единомышленников. Сегодня в Сочи активно развивается 88 спортивных видов. В муниципальных спортивных школах в настоящий момент занято 22 тысячи детей и подростков. Мы продолжаем строить спортивные объекты, физкультурные и оздоровительные комплексы. Дорогие друзья, День физкультурника – это праздник, объединяющий все поколения. Желаю всем вам крепкого здоровья, удачи и новых рекордов. Спасибо вам за вашу работу и за вашу счастливую позицию. В этом году сочинские спортсмены отличились в международных соревнованиях по боксу, каратэ, дзюдо, гимнастике, ушу и тяжелой атлетике. Немало дел у работников отрасли и впереди. Уже осенью Сочи примет чемпионат мира по самбо, далее чемпионат мира по футболу 2018 и чемпионат мира по боксу 2019. Рината Шипулина, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». В Сочи проходят очередные тренировочные сборы на базе Федерального центра «Югспорт» к мировым турнирам. Готовятся юноши и кадеты по рапире и мужской состав национальной команды по вольной борьбе. Сезон рапирщики начали со сборов. Сначала в Кисловодске, где проходили общефизическую тренировку, теперь в Сочи. Здесь юноши и кадеты оттачивают мастерство фехтования. Они готовятся к первенству мира. Конечно же, не только фехтование, еще и скоростно-силовая работа, тренировки по УФП, кроссы, прыжковые упражнения. Тренировки разнообразные у нас. Все условия созданы здесь. И питание, и гостини, проживание, и тренировочный зал, и медицинское сопровождение. То есть, все устраивает, все на высоком уровне. Условия, которые созданы в Сочи, подходят для разных команд, в том числе и борцов. 5 августа сборная по вольной борьбе приехала на заключительные тренировки перед чемпионатом мира. Он пройдет 25 и 26 августа. С составом команды, которые отправятся в Париж, тренеры еще не определились. У нас это третий сбор. Первый сбор мы проводили в Кабардино-Валкаре, в Лозоне. У нас есть там база. Второй сбор мы проводили тоже база Югспорта в Кисловодске. Это уже заключительный сбор у нас уже в Сочи. На новой неделе будет у нас контрольный схватки. После контрольных схваток мы посмотрим, кто какой спортивной форме. Исходя от этого, будет приниматься решение тренерским советом. Всего же на сборах в Сочи около 120 вольников. Среди них – олимпийские чемпионы, победители мировых турниров и Европы. Известно только, что на чемпионат мира точно отправится Рашид Сабулаев. Он стал чемпионом Олимпийских игр в прошлом году. Тренировочные сборы команда по вольной борьбе завершит 18 августа. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. И в завершении информация от наших партнеров. Во всех филиалах стоматологической клиники «Валеденталь» весь август проходит акция имплантации и протезирования за один день 17 тысяч рублей. Улица Чайковского, 3. Ну а все новости уже на нашем сайте. В студии была Инга Габиша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.